Можно было делать чудеса любые. Толя, что ты там меряешь? Я говорю, да я меряю, как в вагон, как он заходит. Первый был телевизор. Привет любителям бильярда! Сегодня у нас шестой выпуск с Анатолием Ивановичем Аленчаком, нашей легендой и гордостью. Все, кто участвует в нашем марафоне 5 «Секреты восстановления игры и техники удара», получат в подарок все интервью с Анатолием Ивановичем Аленчаком. Все фрагменты, даже те, которые не вошли на наш канал. Поэтому переходите по ссылке в описании, пишите в личное сообщение и участвуйте в нашем марафоне. А теперь посмотрите фрагмент встречи с Анатолием Ивановичем, где он рассказывает, как он забирал свои призы на турнирах. Расскажите мне случай, вы когда-то так вот смотрите, призы какие были на турнирах. Тогда не было денежных призовых, а были какие-то холодильники, телевизоры, стиральные машины. Это в 90-е годы были? Это были даже дальше, чем в 90-е. Ну когда вот уже... Это были уже 95-е. Скажите, вы говорили, что вы меряете так, и вас прошли, что вы меряете. Это было, я скажу, вот мне, если кто знает, Саша Шкаф что-то говорит вам. Вот Сашка Шкаф мне звонил недели две тому назад, Толя, как ты там живешь, как в Киеве будешь, только в пробу не зайди, там, ну, начал ругать. Я говорю, Сашка, уже давно не был, знаешь, и ты, ну, сейчас это, боимся ездить. И вот сидим. И так же было у этого, у Днепропетровска, у Калинькова. Калинькова. А я пришел, а что это? Это призывай, смотрю, телевизор у него, это Panasonic там такой, ну, нормальный, все, я и вот так пришел. Говорит, Толя, что ты там меряешь? Я говорю, это я меряю, как в вагон, как он заходит, вагон, как зайдет. Да. Он говорит, ты что, шутишь? У меня на офисе такого нет. Какой вагон, она говорит, да? После всего выиграл я тот турнир, он дает шофера, машину, говорит, завези на вокзал и помоги в вагон. Как раз первое место было? Да, первое было телевизор, а там за остальные немножко так уже, ну, там, метр. А у этого, да я уже выбирал их иногда. А у шкафа, когда он забрал эту белянную, так тоже турнир сделал, вот эти вот подачные. Он спонсором нашел себе, что там ему. Он полкиевок, бандиты его, Савлохов там, дальше, а он дарницу, наверное, всю скубал отсюда, этот куток. Что там говорит? Зашел в магазин, что ты не пришлешь ему телевизор или холодильник? Завтра спали, отъехали, туда. Ну, такое было. И все 90-е. Да, я 7 телевизоров выиграл, 7 штук. Детям раздал, дети уже, да и нам не давать. Я говорю, а что у тебя за первое, за второе, за третье? А он говорит, за первое телевизор, за второе холодильник, а за третье стиральная машина. Со стыковочкой. Я говорю, Саша, а если выиграть первое место, можно поменять вот этот телевизор на эту стиральную машину, вот чтоб стиральную машину. Он говорит, проблем нет тоже, только выиграть надо, и все. Выиграли? Да, я и выиграл. А когда было награждение, и мы стоим, награждение ждем, Сипа говорит, да, вот, Малюбан выиграл, говорит, турнир. А приз у меня лучше, чем у него. Я говорю, ты не спеши, за первое место награждается, Альванчу, стиральная машина. Сипа, опять присевали. Так как, телевизор же пел, а не стиральная машина. И так я и вызвал тоже водителя, а вот шара завести, стиралку занести в дом и дать жене. Все, и сел в машину, и домой. Вот так было. Маркеры были в основном и игроки, еще какие. Ну, если взять Сережу, маркеры взять дома офицеров, Воронежского, так, еще на равных рыжей дели, там, его мог угадать, мог не угадать, бывало. Понимаешь, и они все играли, игровые были люди. Конечно, был порядок. Ну, время такое было, что, думаешь, было, чем почистить стол. А мелом играли каким? Что, вот этим? Школьным можно? Школьный мел, да, а нет, потолок, туда-сюда, почем. Ну, так было. А каким сукном стилили столы? Тоже симонец был? Симонец появился уже с аромитными шарами. Это уже было где-то после 2000-го года. Ну, а как стилили? Было не после 2000-го, а в 96-х годах, по-моему. У нас что там было, в 91-м я выиграл, аромитами не играли, еще играли на этом, на пластике. Через два года, в 93-м, Москва уже играла аромит. Первый чемпионат мира у них играли на аромите. Так тот аромит, мы не могли попасть по Лузине. Кто к нему привыкнуть, надо отскок другой. Я считаю, конечно, то, что на технику можно было сделать простыми шарами, этими не сделаешь. На пластике это свой в любую, с точки, или в эту, или в эту свой три удара даром падает, даром забивал. А он что, вдоль борта, что ли, вот так вот шел? Да, вот так и падал? Свой вертелся, а этот отскок так не сделает, понимаешь, тот, все, тот скользит, как-то откидывает, а тот легший шар был и привязывался. Только давал ему все, и он привязывался, как-то, на винту. А этот не привязывает. Вот интересно было на этих столах поиграть, теми шарами. А, во-первых, техника выросла. Кто? Мы знали эти винты, когда. Я играл в эту пирамиду, что я знал, что такое, удар такой был, что я знал, что вот этим ударом, если взял винта, так он уходит сюда. Да, не знали? Нет, а мы играли, били, чтобы на себя свой, от борта сыграть. Кто там его это делал? Кто же винта? Вот. А эти, француз уже тогда пошел, уже узнали, но начали крутить. А эти, правильно, пластик, можно было делать чудеса любви. Почему-то сейчас начали облегчать шары. Какой целью? Я вот не понимаю. Потому что этим шаром, вот этот свой забить, очень сложно туда. Ты будешь брать им очень тяжело, потому что проламывается. Проламывается. Пока ты, видишь как, не добрал скопа. А тем легким ударил, легко он уже пошел вдоль борта и все. Его легко было набрать, такой свой забить. А этим очень сложно. Надо было, ну такое уже делать. О, вот он. Ну, чтоб попал туда. Он падает, но с 10 раз. Один хотя бы, иду можешь не забить. А теми это легко. Друзья, если вы давно не играли и хотите восстановить свою игровую форму, тогда участвуйте в нашем марафоне по акции на Черную Пятницу. Помнишь, поломарив Сашка начал там налево, на оправу там забавил. Ну что, вот такой свой, он туда за 100 долларов три удара отвечал. Да. Он падает, правильно, а что, такой не падает. Падает без всяких, легко. Но надо его прилиться, играть. Ведь легкий шар, набьем вот так, пол шара, да? Почему свой? Ну, вот как, сколько я слышу разговоров, никто не сказал мне вот как. Только первой стала чемпионкой харьковская девочка. Алена Русакова? Да, вот. я с ней говорю, а как же, что он тебя тренирует, там что? А она говорит, вот так поставил тренер шары и говорит, я говорю, ну и как объясняет свой, чтобы ты бил? И говорит, вот этим бей сюда, чтоб сюда свой дальше. Ну, как это бей сюда? Я говорю, так свой называется у пол шара. Она говорит, а мне такое не говорил, чтобы пол шара. Я говорю, знаю, Жанночка, почему у пол шара? Что это такое у пол шара? Она говорит, он мне не объяснял, он не знает там, что это. Пивоваров, что ли? Ну, не помню, кто-то еще тренировал. Она говорит, не говорил, ни разу что-то. Я говорю, пол шара, что такое удар? Вот ты должна попасть краем этого шара, в центр этого. Этот удар называется в пол шара свой. Вот это. Краешком этого, в центр того. И ты бьешь его, попадаешь в краешком этого, в центр этого падает шар. А есть стандартное положение такое, при котором, если ты умеешь считать это положение, так этот свой можно забивать, что закрытыми глаза. Вот если такое положение есть, 103, можно вот такой смазать свой? Нет, конечно. Он пол шара, я его закрою назад, ударю, и он должен упасть. А вот такой уже оскок. Уже оскок. А такой тоже тонко, тонко уже. Тонко, и обратно этот крутить, надо такую дзыгу давать на очень тихом ходу. А вот пол шара, прочитала книгу, и все, только покатил пол шара тихонько, и он туда просто сам заглядывает как хочет. Так я и ученикам даю своим, я даю шаблоны, чтобы они отрабатывали пол шара. Для всех ударов. что такое чертетинка между этим и этим точкой? Ну, половинка еще. Ведь мы берем сразу, а точка что? Точка есть на этом и на том. Уже бьется в шар соприкосновения не этим, а вот этой точкой. Все. По-другому сразу. Для участия в марафоне переходите по ссылке в описании под видео. Смотрите в следующем выпуске. Выиграл я тот турнир, Ара, что ты говоришь только бух, какой-то пацан и его рвет на куски. Друзья, если вам понравилось это видео, оставляйте свои комментарии, оставляйте лайки и также переходите в нашу онлайн-школу для повышения своего мастерства.